Балинышки Пойте, гуски, златостровные мои, да напевайте Вот сложил для вас былину я, былинушку Про чудовище, про чудо окаянное Да про добрых, про мужей, про богатырских Благородных, но того сие достаточно В славном городе Свериге Белокаменном Белокаменном, да малонаселенном Появилось уж несчастье стерепое Поселилось в нем да чудище нелепое И такое необычное оно предстало В виде красно-солнышка горячее и круглое И стоит оно у главных врат тот город С ликом яростным и ртом большим зубастым Не пускает никого ни внутрь, ни изнутри Вся, кто едет на коне да по делам своим Будет тотчас поглощен и переварен Ненасытным солнышком ужасным Весь честной народ в дрожи да в плаче Бравы мужички и те уж в печали Как же тварь-то окаянную сгубить и Ежели се солнцем поприкинулось То ж не Дмитрий главный, не Горынович То ж не вражеское племя да не Гальчичей То ж не плотское оно-то нечто Но из пламени горящего содеяно Весь народ его за это называет Жаркулом, коль светит, но не греет Только жарит всех, а кивпичи в себе Только вдруг всеслух прошел по городу Во селе в одном, что под сверигом Проживает богатырушка смышленый Звать-то кажется его Николкой Молдят, что в сражениях коварных Может хитростью испепелить К тому же в колдовстве и волшебстве он сведущ Тот же час за ним гонца послали В осело то, что стоит под градом К сумеркам конец и воротился С бравым молодцем широкоплечен Золотовласым, во сверкающей кольчуге От него все так и пело благородством Улыбнулся широко тот богатырушка Ну, народец застремалый, застращенный Покажите-ка мне это чудо-юдо Говорите, не имеет форму тела Не такие фокусы ведамши Ну, чего ж стоите, горожане Отведите красну солнышку навстречу Проводили Николая к воротам Видит чудище сие перед собой он Ярче прежнего сиял треклятый жарку Пасть свою разину лакаянну Да нахмурился до жути до смертельной Поглядел на то чудовище Никола Поднапряг свою головушку младую А, силы-то моей богатырской Говорит, не справиться с таким Надо бы вызвать тучу черную Кой не видывала небушка доселе Чтобы ливнем взорвалось оно свирепо Чтобы обрушилось на жаркуло водою Погасило бы сие огниво навеки Только лишь промолвил богатырец Руки поднял к нему до ночного И шептал он, видно, заклинание Долго-долго он его нашептывал Вдруг еще темнее небо сделалось Грянул гром да молния Сверкались А уж ливень-то, ну, мать моя честная Как западал каплями громадными Все попрятались в надежные укрытия Вспыхнул жарку Дым с него понесся Точно как с кострища огроменного Сверклик Сверклик Продолжение следует... 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 Как один все бросились к сараям, виллы, грабли и ножище доставали. С гневом бросились все жители свирига, но убивца окаянного накинулись. Подбежали всей толпою ко чудовищу, только кинуть острия в него собрались. Как напрягся круглый жаркул беспламенный, да и выплюнул кого-то во свояси. Смотрят жители, глазам своим не верят. Выплюнутый оказался ребятенком лет по десяти, восьми-то от роду. Поглядели, вроде как целехонький. На нем белая рубаха молодецкая, лапти махонькие, подпоясаны портки. Так глядит он жалобно вокругу, ничего ж поди не понимает. А еще лежит с ним меч тот самый, что в руках у Николая был. «Ты летали, Николушка родимый?» Вопрошает старец мальчугана. Отвечало чудище за место своим громким глазом всемогущим. «Слушайте ж меня, людишки недалекие! Никого не жрал и не глотал я. Никому зла я не желал. Всех, кого перевалил внутри себя я, тот же час отправил в путие назад. Непростое я чудовище из сказок. Не понять вам, простолюбным, мою сущность. Раздаю я людям судьбы настоящие и распределяю их до на места свои». Обращался он затем к Николке. «Знаю я тебя-то, добрый молодец, богатырь, волшебник и алхимик. Славу на чужих костях снискал ты. Сколько душ мечом ты этим закупил? Сколько к чародействам ты убил? Не тебе быть воином в этой жизни. Будешь проживать ее по-новому. Быть тебе хранителем истории. Быть тебе сказателем народным». С этими последними словами растворился жарку в воздухе. И как будто не бывало-то его. Долго на земле сидел Николушка с круглыми щенячьими глазами. «Встал потом и бросил меч он на земь. Стал потом он тем, кем суждено было. Стал он самым тем, кто перед вами. Кто сидит сейчас вот перед вами, Николаем звать меня, Певца былинного, Что несет через века свои послания. Не о силе-то они, Не о коварстве, Но о мудрости житийной, Настоящей. О твоем пути на свете этом, Слушатель мой верный, На века». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Продолжение следует...